В Казани с 24 по 26 мая пройдет международный фестиваль медиа-искусства НУР. В мае 2019 года началась работа над первым фестивалем, который вошел в историю как одно из самых ярких событий в России, связанных с медиа-искусством. НУР традиционно взаимодействует с культурным и историческим контекстом территории с помощью новых технологий, создавая на привычных казанцам местах новую уникальную реальность. В этом году не обошлось и без нововведений. Фестиваль впервые состоится в мае и в новых условиях организаторы выходят за пределы центра Казани. Мероприятия разделены на три части. В основной программе – аудиовизуальная инсталляция от медиа-художников по всей Казани. В этом году впервые фестиваль захватит такие локации, как особняк Демидова и швейная фабрика «Адонис». В этом году очень хорошая и интересная сборка из участников. Мы в этом году подкрепились сильно локальными художниками. Это одна из наших миссий – поддерживать как раз-таки ребят из Казани, из Татарстана, из региона. Это отличительная черта. Ну и будет, безусловно, сильный состав команд, в том числе международные, которые приедут на фестиваль создавать искусство. Художники в первую очередь показывают свое искусство, свои работы, и они делятся на две категории, скажем так. То есть часть художников международных привезет инсталляции, то есть это арт-объекты фактически световые. Часть художников покажет свои цифровые работы на медиафасаде Акбар-Саре. Вот это основные, наверное. Музыкальная программа ожидает гостей фестиваля 25 мая в торговом центре «Мега» – месте, где никогда прежде не происходили подобные события. 15 артистов выступят на двух сценах, где на одной будут представлены выступления с этническими отсылками и мелодичными мотивами. В свою очередь вторая сцена будет встречать слушателей более синтетической техно-музыкой. На протяжении всех трех дней на территории Национальной библиотеки Республики Татарстан будет проходить третья – образовательная часть фестиваля. По предварительной регистрации состоятся бесплатные лекции и дискуссии по медиа, искусству и мультимедиатехнологиям для всех желающих. Темы лекции разнообразны. Почему российские театры не используют современные технологии? Как хулиганить с клиентами в креативах и как и где научиться искусству новых медиа? Наше главное отличие фестиваля в том, что медиаискусство – это в принципе сборка всех видов искусства в одном. То есть это и архитектура, и живопись, и музыка, даже и скульптура. То есть это очень большое количество и дизайн, и изобразительное искусство. В общем, если бы все виды искусства объединились, то они бы вместе создали медиаискусство. Как раз таки фестиваль поэтому нравится и всем любителям, и искусству, и обывателям, потому что каждый в этом находит что-то свое. Это сильно отличается от всего другого формата мероприятий. Поэтому как для ребенка, так и для искушенного зрителя точно есть на что посмотреть. В этом году фестиваль исполняется уже четыре года. Его история началась в 2021 году с мультимедийной студии «Формейт». Количество участников с каждым годом растет. В фестивале уже приняли участие представители более чем из 30 стран. Телеканал «Универ ТВ» выступает информационным партнером мероприятия. Татьяна Еремина, Аделина Абдрахманова, Александр Антонов. Универ Новости.